Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров, в очередном выпуске популярной рубрики «Современная классика». Как многие из вас знают, относительно недавно завершилась Всемирная шахмата Олимпиады, которая в этом году проходила в столице Азербайджана в городе Баку. И, пожалуй, наиболее грустным для российских победительщиков событием этой Олимпиады стал тот факт, что мужская сборная России в очередной, уже который раз подряд, не смогла побороться, к сожалению, за золотые медали. Но сегодняшнее видео, конечно, совершенно не об этом, и поэтому стоит отметить большой успех сборной Украины, которая в 11 матчах одержала 10 побед и уступила золото лишь под дополнительным показателем. Ну, а забойщиком в сборной Украины как раз-таки явился космейстер Андрей Волокитин, чье творчество, ярчайший образец чего творчество мы сегодня и разберем. В партии, которую я собираюсь вам показать, Андрей Волокитин играл белыми против Шахаяра Мамедьярова, известного азербайджанского космейстера в прошлом претендента на мировое первенство. Ну, а сама партия была сыграна в Клубном Кубке Европы в 2012 году. Волокитин играл белыми, и разыгран был вариант Найдорфа сицилианской защиты. И вот обратите внимание на такой вот интересный трюк в дебюте, то есть Волокитин играет слон Е3, после чего Шахаяр отвечает, ну, пожалуй, самым принципиальным в последние годы продолжением конь Ж4. После чего, в том случае, если белый играет слон Ж5, то после А6 на А4 и Ж5 теория в дальнейшем простирается еще на 20 ходов вперед, но в принципе, в последнее время черные достаточно комфортно здесь уравнивают. Поэтому Волокитин на конь Ж4 ответил слон С1, конь Ф6. И здесь, конечно, белые не пошли на трекратное повторение ходов путем слон Е3, конь Ж4. Ну, во-первых, потому что Волокитин очень боевой шахматист, и практически всегда белыми играет исключительно на победу. Ну, во-вторых, потому что это был командный матч, и Мамедяров представлял очень сильную азербайджанскую команду Саккар, которая в том турнире была рейтинг-фаворитом, и поэтому команде Аждот, за которую играл Андрей Волокитин, для того, чтобы иметь какие-то шансы в матче, непременно нужно было использовать по максимуму белый цвет на каждой доске. И поэтому на конь Ф6 Андрей играет слон Ж5. Ну, в принципе, довольно распространенный вариант, который впервые был применен, если не ошибаюсь, еще в конце 50-х годов. Ну, и, безусловно, зачеркнуло здесь основное продолжение, это ход Е6. Однако, в этой партии Мамедяров, видимо, тоже был преисполнен амбицией, поэтому он не захотел идти в вариант отравленной пешки, где, в принципе, ничейные тенденции очень велики. То есть, казалось бы, позиция острая, но она проанализирована уже настолько глубоко, что многие дебютные анализы заканчиваются вечным шагом, примерно, ходов через 25. Ну, конь Д7 более свежий вариант. В принципе, у черных весьма солидная позиция и здесь, но у белых нет возможности сразу сделать ничью. И Волокитин отвечает Ферзь Е2. То есть, безусловно, более популярные ходы здесь слонцы 4 и Ф4, но после обоих этих ходов черные научились получать полноправную игру. Ферзь Е2 это новая вейня, белые хотят как можно быстрее рокировать в длинную сторону и попытаться продавить позицию черных по центру, потом Ф4 и Е5. После Ферзь Е2 у черных есть три основных хода. Это Е6, А6 и Б5. Но поскольку цель данного видео это все-таки не разбор дебюта на много часов, то мы здесь ограничимся только тем ходом, который Момедиаров избрал в партии, именно ходом Е6. Хотя, по лично моему мнению, ход А6 черным обещает более комфортное существование, если можно так выразиться. После Е6 последовало 3.0. Ферзь Е7, Ф4, Б5. Ну, в принципе, эта позиция встречалась несколько тысяч раз, и, безусловно, обоим соперникам она была хорошо известна. И вот здесь вот последовало Ф5. После чего перед черными встал выбор, висит пешка на Е6, ну и черные могут либо сыграть Е5, в принципе, стандартная реакция для подобных позиций, ну, либо вот в данной позиции, конкретно при таком расположении фигур, у черных есть еще ответ Б4, который, на самом деле, Шахаяр в этой партии избрал. После Е5 пьори простирается тоже достаточно глубоко, ну, а начинается основная ветка здесь с хода в конь Д5. Конь бьет Д5 ЕД. Понятное дело, что подобная пьерочная структура в центре явно в пользу черных, но белые возлагают надежды на инициативу по центру и на королевском фланге. Ну, примерно, военность может продолжаться. Конь Б6, Ф5, Ж6, Ф4. Обратите внимание, белые оставляют коня под боем. Ну, и теперь после ЖФ слон Д3 белые жертвуют еще одну пешку, но развивают достаточно сильную инициативу. Тем не менее, объективно черные должны в этой позиции держаться и налаживать контр-игру на ферзьевом фланге. Думаю, что с аналитической точки зрения каких-то серьезных проблем у них не должно быть. Последовало Б4, в принципе, тоже неплохой ход и вполне в стиле Шахаяра Мамедьярова, но и для Андрея Волокитина тактические осложнения совершенно не чужды. На Б4 последовало ФЕ, БЦ, ЕД. Ну, безусловно, это все еще теория. И вот здесь вот, казалось бы, по-человечески выглядит взятие с слоном. То есть развиваем фигуру. Может быть, подготавливаем ладец С8 в каких-то вариантах. Но после слона Д7 белые продолжают так же, как в партии. Ферзь С4. И позиция после ЦБ, король Б1. Ферзь БЦ4 и слон БЦ4. Оказывается, достаточно серьезно в пользу белых. То есть, казалось бы, ферзи разменены. Кажется, что белые не могут развить очень серьезные атаки. Но, во-первых, белые практически ничего не пожертвуют. То есть, как мы можем видеть, у черного всего одна лишняя пешка. К тому же она стоит на Б2. То есть, может в любой момент потеряться. Ну и к тому же после слона Е7, где Аш на Е1. У белых есть конкретная идея сыграть конь Ф5. Тщательно прыгать черного слона Е7. А если черным придется отдать белопольного слона за коня. То это будет означать, что у белых на весь остаток партии остается преимущество двух слонов. Которое в такой открытой позиции, безусловно, будет сказываться. Поэтому конь бьет Д7. Более сильный ход. Ну и нет никаких сомнений, что оба соперника в этот момент все еще играли по своим анализам. Последовало ферзь С4. СБ. Король Б1. Ну и вот здесь вот Мамитяров сыграл конь Ц5. Боевой ход. И, наверное, объективно сильнейший. Потому что после ферзь БЦ4, слон БЦ4. Даже несмотря на то, что конь ушел из-под боя. То есть белые ни в каких вариантах не могут сыграть слон БЦ6. Все равно видно, что даже несмотря на отсутствие ферзья, белых достаточно сильная инициатива в этой позиции. Ну и к тому же достаточно очевидно, что ход конь Ц5 Мамитяров принес из дома. Ну и вот здесь вот последовало Е5. Как позже признался сам Волокитин, в этот момент он уже не помнил досконально свой анализ. И поэтому не смог вспомнить, какой же здесь у него ход записан как сильнейший. На самом деле, объективно большие шансы на перевес, чем ход Е5, белым обещает слон Е2. То есть такое, казалось бы, достаточно спокойное развитие. Но белые, во-первых, готовы подключить ладью к атаке. Либо на поле Ф1, либо на поле Е1. Ну и к тому же, во многих вариантах белый слон выходит либо на Ф3, либо на Х5. То есть ввиду конкретных соображений, ход слон Е2 здесь оказывается сильнее, чем избранная белыми Е5. Ну вот, например, такой примерный вариант, что после слона Е7, слон бьет Е7, пересбьет Е7. Казалось бы, черные близки к полному комфорту. То есть еще один ход, они ракируют в короткую сторону, и вообще не будет никаких проблем. Ну и вот здесь вот белые прорываются по центру против Е5. Ну и оказывается, что у черных очень серьезные проблемы. То есть теперь на ДЕ следует конь С6, потом ладья заходит на Д8. На Ферзии Е5 слон Ф3, и опять же висит ладья, грозит ладья Аш на Е1, и понятное дело, что позиция у черных очень тяжелая. Безусловно, черные не обязаны на слон Е2 играть в слон Е7, но в любом случае, предстояла бы довольно непростая оборона. Лакитин сыграл Е5, в принципе, вполне объяснимое решение. Стратегически позиция белых весьма дарявая, поэтому им нужно делать что-то сразу. Ну и ход Е5, в принципе, открывает несколько центральных вертикалей, совсем слабо он быть не может. Все равно у черных остаются серьезные проблемы с обороной в этой позиции. Ну и вот здесь Мамедьяров исполнил сильнейший ход. В принципе, он выглядит не совсем логично, но думаю, что Шахриар пришел к нему, скажем так, методом от противного. Потому что все остальные ходы либо проигрывают, либо, по крайней мере, приводят к некомфортной позиции. Ну, рассмотрим, к примеру, напрашивающееся взятие ДЕ. Черные теперь приобретают еще одну лишнюю бежку, но белые начинают прямую и очень сильно атаку. Конь Б5. Понятное дело, что черный ферзь уходить не может из золотей АД8, то есть надо брать коня. Здесь вот ферзь Д5. Обратите внимание, висит на А8, висит ферзь Д8 с матом, и также создана угроза слома Б5. Казалось бы, черные просто проигрывают, но находится ход Ф6. Теперь белые должны брать на Б5. Король Е7, ферзь А8, ФЖ. Ну и, в принципе, с материалом у черных все в порядке. У них, если не ошибаюсь, две фигуры и пешка за... Целых две фигуры и пешка всего лишь за ладью. Но после ладья А4, Ф1, у белых очень сильная атака. И, объективно, у черных тут большие трудности. Скорее всего, позиция просто проиграна. Ну и вот обратите внимание, что в этом иллюстративном варианте черных подводил тот факт, что их ладья на А8 везде попадала под удар от ферзя с Д5. Поэтому, если мы будем учитывать это обстоятельство, то ход ладья Б8 кажется вполне логичным. Другое дело, что играть так достаточно страшно. И, казалось бы, после ЕД, как, собственно, в партии последовало, слон Д6, ладья Е1. Чёрные здесь испытывают конкретные проблемы, но на самом деле просто король Ф8. Белым не так легко продолжать атаку. Здесь у белых был ряд возможностей, но, в принципе, украинский космейстер, как мне кажется, избрал наиболее логичное. Слон Д3. Белая ладья подтягивается на Ф1. Создаётся прямое давление на пункт Ф7. Ну и, к тому же, в принципе, в столь острой позиции развитие фигур всё-таки должно иметь какое-то значение. Ну и вот здесь вот довольно неожиданно чёрные допускают решающую ошибку. Но чтобы это доказать, Волокитину пришлось находить очень красивый ресурс, собственно говоря, ради которого эта партия и попала. Благодаря которому эта партия и попала в данную рубрику. Единственным шансом на спасение за чёрных в этой позиции был ход ладья Б4. Прошу прощения. После чего, ну, понятное дело, что первое, что рассматривается, это ход ферзь бьёт Б4. Ну, после ферзь бьёт Б4 конь Д3. Ферзь Д2 конь Е1, ладья Е1. Чёрным удаётся подменять некоторое количество фигур. И поэтому после А6 какого-то решающего продолжения атаки за белых не находится. А лишняя пешка и два слона всё-таки могут сказаться. То есть объективно, я думаю, что у чёрного здесь уже получше. Поэтому на ладья Б4 более сильный ход это ферзь С3. Сохраняя возможность ферзь Б4 в резерве. Ну и пока не определяя позиции. Вот здесь вот чёрным очень легко ошибиться. Дело в том, что хочется каким-то образом помешать белому слону в вариантах пойти на Е7. То есть, например, на конь Д3 возможен вариант ферзь С7, слон БЦ7, слон Е7 с победой. Поэтому напрашивается или А6, или Ф6. Ну так вот, один из этих ходов приводит чёрным в достаточно тяжёлой позиции, а второй её удерживает. Логично по-человечески выглядит ход А6, но тогда после слона Д2, конь бьёт Д3, ферзь бьёт Д3, ладья А4, и вот здесь вот довольно неожиданный ход ладья Е4, в чёрных есть некоторые проблемы. Ну, во-первых, как не трудно убедиться, ладья с Е4 таким вот довольно хитрым образом нападает через коня Д4 на чёрную ладью, то есть уже грозит конь Е6, отскок с выигрышем качества. Поэтому чёрные, видимо, должны играть слон Д7. Ну и теперь ладья А4 на Е1. Казалось бы, белые напрямую ничем не угрожают, но, опять же, по материалу для них всё относительно неплохо, а развиться чёрным очень тяжело. Поэтому можно смело заключить, что у белых здесь сильная инициатива. По этой причине ход А6 неточный, и значительно сильнее Ф6. Хотя, безусловно, во время партии шахматистам было бы крайне трудно разобраться, что здесь к чему. Ну, теперь слон Е7, понятное дело, что ни в каких вариантах не проходит, поэтому белые уже должны брать ладью. Если слон куда-то отходит, у чёрных есть ресурс коня А4, после чего меняется ферзи, и у чёрных нет никаких проблем. Поэтому приходится брать на Б4, конь Д3, ферзь Б3, конь Е1, ладья Е1. Опять же, видно, что у белых очень сильная инициатива, но тут есть то конкретное обстоятельство, что чёрные просто берут слона. Поэтому белым здесь надо продолжать форсированную игру. К счастью для них, находится такой вот достаточно сильный вариант Ф3 шах. Приходится закрываться слоном. Понятное дело, что на король Ж8, на Е8 мат. Ж3, таким образом белые отыгрывают фигуру, а чёрный король всё ещё не обеспечен. Тем не менее, если мы продолжим вариант Ж6, то кажется, что не всё так просто. То есть на ЖФ просто ЖФ, и никакого решающего продолжения атаки здесь не находится. Поэтому есть такой хитрый ход конь С6. Казалось бы, непонятно, чем этот конь С6 белым помогает, но вот очень важно, что во многих позициях после отхода короля на линию Ж следует либо шах с Б3, либо шах с Ц3, которые доставляют чёрным серьёзные проблемы. И у чёрных здесь единственный ход, который позволяет удержать позицию. Понятное дело, что все эти варианты в одной были найдены с помощью, во-первых, компьютера, а во-вторых, с помощью комментариев самого Андрея Волокитина к этой партии. Ну и после С7 следует Ф3, и как раз таки белые используют эту идею. Давление по большой диагонали. Понятное дело, что чёрная ладья не может уходить из-за того, что последует Ф6. Опять же у чёрных единственный ход слон Е5. То есть все эти варианты весьма компьютерные. Во всех их вариантах подвисает большое количество фигуры. Человеку разобраться крайне тяжело, повторюсь. Ну вот после слон Е5 оказывается, что на взятие ладьёй следует Ф6, и у белых ничего нет. Ну, к коням, понятное дело, брать нельзя из-за того, что подвисает на цт, поэтому приходится брать ферзём. Ну и здесь, безусловно, за чёрные большое облегчение, что меняется ферзи. Конь Е5, слон Е5, король Б2. Ну и у белых должно быть чисто символически здесь получше, за счёт того, что их пёщная структура не скомпрометирована, в отличие от пёщной структуры чёрт. Но всё-таки, слон на два фланга очень сильная фигура. Я думаю, что чёрные после король G7 должны удержать эту позицию без особых проблем. Ну, напомню, что в партии ладьёй Б4 сыграна не было. Вместо этого Медиаров сделан напрашивающийся ход А6. Ну и вот здесь вот желающие могут поставить видео на паузу и попытаться найти за белых решающее продолжение атаки. Белый сыграли слон Д8. Насколько красиво, настолько и вынуждено. Потому что в том случае, если белый слон уходил куда-то назад, например, на Д2 или на А4, то понятное дело, что включение этих ходов было бы явно в пользу чёрных. Ну, после слона Д8 у чёрных нет большого выбора, приходится брать на Д8. Ну и вот здесь вот выясняется идея, собственно говоря, всей комбинации. То есть белый ряд просто ладья Аш на Ф1. Получается довольно забавная ситуация. В принципе, позиция по сравнению с предыдущим ходом мало изменилась, но у белых исчез слон, а чёрный ферзь переместился с С7 на Д8. То есть, в принципе, белые отдают слона просто для того, чтобы заполучить один лишний темп. Довольно редко когда можно увидеть такую же этого, но вот здесь это вполне оправданно. И более того, позиция чёрных на самом деле совершенно безнадёжна. Висит на Ф7. На Ф6 здесь легко выигрывает конь Ц6. В дальнейшем белые, совмещая идеи слон Ж6, конь Б8, просто легко выигрывают. Например, как с С7. Взяли, взяли, слон Ж6. Ну и висит мат на Ф7 и на Е8. Защиты нет. Поэтому вынужден ход ЛДБ7. Таким вот способом. Горизонтально защищаю пешку на Ф7. Слон Ж6. Снова наваливаясь на эту слабость. Вот, как ни странно, чёрные достаточно плохо скоординированы, и по этому причине ничего не могут сделать со слабостью пункта Ф7. Борятное дело, что слон Е6 не проходит, потому что белые просто дважды бьют. Поэтому приходится играть Ф6. Но после Ф6 кажется, что чёрные, если не отбились, то, по крайней мере, серьёзно усложнили сопернику задачу. Потому что, ну, ЛДБ8, конечно, сыграть можно, но после Ф8, размена на Е8, получается, что у чёрных довольно большое количество фигур за Ф8. А какого-то решающего усиления давления здесь не видно. Но, помимо ЛДБ8, понятно, что у белых есть и другие идеи в позиции. Ну, и в некоторой степени украинского шахматиста здесь подвёл тот факт, что этих идей оказалось слишком много. То есть, хочется сыграть Ф5, хочется сыграть К6. Ну, и достаточно очевидно, что в этот момент оба соперника уже находились в весьма сильном цейтноте, и разобраться в позиции было не очень просто. Дело в том, что строго выигрывал в этот момент ход ЛДЕ3, или даже ЛДЕ2, с простой идеей сдвоения по линии Е, и у чёрных нет никакой возможности защититься от этого, в принципе, нехитрого плана. То есть, понятное дело, что когда ладья, вторая ладья придёт на Е1, будет грозить мат на Е8. Чёрные никогда не могут защитить поле Е8 путём слон Д7, из-за того, что прилетит мат на Ф7. Ну, а на ход вроде ЛДЕ7 следует просто ЛДЕ1. Опять же, у чёрных колоссальные проблемы, потому что ладья не уходит из-за того, что подвисает мат на Ф7, ну, а белых есть серьёзная рота конь Ц6. Также вместо ЛДЕ1 немедленно конь Ц6 тоже приносит белым решающие материальные дивиденды. То есть, с ходом ЛДЕ3 Валакитин мог увенчать блестяще проведённую атаку, но последовало Ферзь Д5. В принципе, вполне объяснимое человеческое решение, но, как ни странно, после хода Ферзь Д5 в чёрных появляется возможность оказать некоторое сопротивление. Последовало ЛДЕ7, ну и вот тут белые уже не успевают сдвоиться по линии Е, поэтому приходится играть конь Ц6. Казалось бы, с решающей вилкой на Ферзя и на ЛДЕю, но вот тут вот у чёрных появился вот такой вот, я так понимаю, что непредвиденный Валакитином Вайсур слон Б7. И, как ни странно, белые никак не могут здесь не то что дать мат, а даже каким-то адекватным образом продолжить атаку, поэтому приходится играть Ферзь БЦ5, отыгрывать материал обратно, но при этом менять Ферзей. Конь Д8, угрожая зайти на Е6, но у чёрных есть ход слон Д5. И вот тут, если мы посчитаем материал, то убедимся в том, что на данный момент у чёрных одна лишняя пешка, понятное дело, что на Б2 всегда можно съесть, но два слона, в том случае, если дело дойдёт до какого-то простого анжпиля, безусловно, будут играть серьёзно на руку чёрных, поэтому белым нужно продолжать действовать активно. ход ЛДД1 практически вынужден, слон Е4, и вот здесь Волокитин играет конь Ф7, после чего в партии наступает второй критический момент. Строго единственным и вынужденным ходом за чёрным здесь был слон Ж6, тем не менее, после коня Х8, слон Е8, обратите внимание, что всё-таки конь на Х8 стоит плохо, то есть, понятное дело, что он не ловится, белый играет ЛД8, и конь может выйти через Ж6, но после точного ответа ЛДЕ4, конь Ж6, король Ф7, конь Ф4, несмотря на то, что у белых здесь есть лишнее качество, у чёрных два слона, которые достаточно быстро развивают мощную активность, и поэтому несмотря на то, что у белых здесь объективно сохраняется перевес, шансы чёрных на ничью были бы весьма велики. То есть, чтобы одержать победу, белым пришлось бы немало потрудиться, даже несмотря на тот факт, что компьютер здесь и показывает оценку в пользу белых. Таким образом, возвращаясь на несколько ходов назад, можно смело утверждать, что 24-м ходом Ферзь бьёт Д5, белые упустили выигрыш, и единственным победным вариантом здесь являлся ход ладья Е3. Тем не менее, если Волокитин сыграл бы ладья Е3, то мы не увидели бы той практически этюдной концовки, которая случилась в партии. После комбит Ф7 Мамедьяров не взял на Ж6, сыграл ладья бьет Ф7. Скорее всего, просто упустив из виду следующий ход Андрея Волокитина. Безусловно, но то, что человек здесь смотрит в первую очередь, это ответ сломбит Е4, после чего, да, у чёрных есть одна лишняя пешка, но понятное дело, что разноцвет усиливает атакующие возможности, у чёрных есть некоторые проблемы с координацией фигур, в частности, ладья со Ф8 не выходит, но и понятное дело, что грозит ладья Д8 шаг, но у чёрных здесь есть ответ Ж5, после чего понятное дело, что ладья Д8, король Ж7 это удары вилами по воде, которые просто приводят к ещё большим разменам и немедленной ничьей. Белые, наверное, могут каким-то образом поддерживать здесь инициативу, например, сыграв слон Д5, но всё равно шансы чёрных на ничью были бы весьма велики. Однако в планы Волокитина здесь не входило брать слоны Е4, вместо этого он делает очень сильный ход ладья Ф на Е1, после чего всё становится ясно. Очевидно, нельзя брать на Ж6 и заматывать один ход, ну, и также не стоит забывать, что белые всё равно грозят ладья Д8, оказывается, что у чёрных нет никакой здесь удовлетворительной защиты. Понятное дело, что если попытаться поддержать слона на Е4, путём Ф5, то белые играют ладья Д8, здесь вот на Ж6 не висит, а у белых просто решающий материальный перевес. Поэтому на ладья ФЕ1 последовало слон С2, король С2, король Ж8. Единственный способ не получить сразу мат, но посмотрите, какая сейчас вот образуется коробочка из чёрных фигур. Ладья Д8 шах и здесь последовала ладья Ф8. В принципе, также возможно было слон Ф8, но белые могут либо сразу взять ладью, либо, что ещё точнее, сыграть сначала ладья Е6. Ладья не может уходить например на Б7, потому что белые бьют на Ф8 и дают такой мат. Ладья С7 в принципе тоже ничего не меняет, белые могут бить пешку, и гроза ладья БТФ8 и ладья Е8 сохраняется, поэтому ладья должна оставаться на Ф7, ну а на какой-то ход вроде А5, белые просто забирают на Ф7, играет ладья А6, после чего забирают и на А5 и на Б2, а черная фигура все еще связана и поэтому никаких шансов избежать поражения здесь у черных не остается. Прикинув эти варианты Шахарьяр сыграл ладья Ф8, но последовал ладья БТФ8, слон БТФ8 и вот здесь очень точный ход Ж4, который вынудил немедленную тачу со стороны черных. Обратите внимание, на доске в принципе Эншпель с разноцветными слонами и по ладье и у черных две лишние пешки, тем не менее их позиция настолько безнадежна, насколько это вообще может быть. То есть ладья никогда не покинет поле H8, король никогда не уйдет с Ж8, черные могут только ходить слон, но недолго, потому что после ладья H8 придется возвращаться обратно и у черных остаются только ходы пешками, которые в самом ближайшем будущем исчерпаются и по этой причине азербайджанский шахматист признал свое поражение. Ну, что можно сказать, блестящая победа украинского гроссмейстера, в которой он тихие ходы сочетал с мощнейшими комбинационными ударами, но, к сожалению, в некоторой степени партию смазывает упущенная возможность белых на 24-м ходу. Надеюсь, что всем было интересно, всем спасибо за внимание, с вами был Никита Петров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok